Всем большой привет! Продолжается череда новогодних праздников. Сегодня Старый Новый Год, Святого Василя. Я со всех поздравляю с этими прекрасными днями. Шить, вышивать, работать, что-то делать, вязать по дому сегодня нельзя. И мне захотелось полистать мои книжки, которые находятся на полочке. Я среди них нашла вот таких три прекрасных альбома, которые когда-то мне подарила моя подруга. Она подарила их мне, моей маме, моей свекрови. Но мамы любезно в мою пользу от этих альбомов, ну не то что отказались, а передали их мне. И сейчас я хочу вместе с вами их полистать. Я тут в компании своего Деда Мороза. И вот эти три книги, три альбома, они очень красиво выглядят, очень презентабельные. Красивая, хорошая у них глянцевая печать. Очень красочная и интересно они оформлены. Это серия «Искусство слова», основанная в 2011 году. И вот первая книга просто была сверху, которую я взяла, называется «Искусство жить». Иногда я пролистываю эти книги, мне просто хочется почитать. Здесь цитаты, здесь стихотворения, здесь картины известных художников. Вот хочется полистать иногда такие вот книги, которые не несут в себе особого сюжета, но очень такие теплые. Иногда они нужны для поднятия настроения и жизненного тонуса. Здесь в самом начале, в описании написано «Жизнь дается нам в подарок, и мы растрачиваем ее каждый на свое усмотрение. Мы не осознаем ее красоту, не чувствуем всю глубину выпавшего нам счастья. Оказывается, искусству жить нужно учиться». В книге, в которую вы держите в руках, собраны афоризмы философов, писателей, ученых, политиков. Все они о жизни. Пронзительные строки стихов помогут вам постичь истины, неподвластные разуму. А цитаты из романов раскроют перед вами всю глубину искусства, жить в гармонии с окружающим миром. Ну давайте вот просто навскидку будем открывать, листать, смотреть. Так, вот первое, что мне бросилось в глаза, вот картина «Фреска из города Помпеи. Врачеватель. Первый век до нашей эры». Я думаю, что, ну, вряд ли я бы увидела эту картину, если бы не открыла эту книгу. Ну и какая цитата нам бросится в глаза. «Рано или поздно время все переменит, расставит по полкам, проверит, покажет, что слово весит. И кто сколько стоит». Ну вот, я думаю, что эта цитата мне сейчас очень... Кстати, есть такое даже гадание, да, сейчас святочные такие вот идут дни, вечера, когда можно гадать. Когда открываешь книгу, это может быть любая книга, там называешь страницу, номер строки, и читаешь цитату из этой книги. Вот Кустыдиев, какой прекрасный булочник. Так, дальше. «Рыбаки сирена». Вот Стейнбека мне очень хочется почитать. Когда-то я очень любила Стейнбека, мне нравился этот писатель. Здесь цитата из произведения «Консервный ряд». Я читала на Восток от Эдема и многие другие. В моей юности для меня это был такой знаковый писатель. Качества, которыми мы восхищаемся в человеке – доброта, щедрость, открытость, прямодушие, понимание, чувствительность – все они обеспечивают неуспех. Те черты, которые мы считаем гнусными – лукавство, алчность, жажда наживы, подлость, низость, эгоизм, сверхкорыстие – все это, напротив, гарантирует успех. Людей восхищает первый джентльменский набор, но пользоваться они людям – плодами второго. Такие слова, конечно. Иногда жизненные ситуации подтверждают вышесказанное. Еще одно мое любимое произведение и, наверное, один из моих самых любимых авторов юности – это Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Книжка лежала у меня на прикроватном столбике в юности, в молодости. Я всегда зачитывалась этой сказкой. Ее сложно назвать даже сказкой. Зачем нужны шипы? Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. Не верю я тебе. Цветы слабые и простодушные. И они стараются придать себе храбрости. Они думают, если у них шипы, их все боятся. Так, полистаем дальше книжку. О, веселая. «Кан-кан» Жан-Беро. «Мысль, которую нельзя назвать опасной, вообще не заслуживает названия мысли». Оскар Уальд. Но он еще тем был революционером и опасным товарищем. Очень приятно держать этот альбом. Это даже не книга, это, скорее всего, альбом с такими цитатами, с репродукциями картин. Вот, пожалуйста, Пьер-Агюст Ренуар, девочка с обручем. Очень милая. Живи сейчас. Если смотреть поверхностно, то кажется, будто данный момент лишь один из многих-многих моментов. Каждый день твоей жизни выглядит так, как будто он состоит из тысячи мгновений, в которых происходят разные вещи. Вместе с тем, если посмотришь глубже, разве это не все тот же самый единственный миг? Разве жизнь не этот самый момент? Этот самый момент сейчас единственный, откуда ты не можешь сбежать, единственная константа, единственный неизменный фактор твоей жизни. Неважно, что происходит, неважно, как сильно меняется твоя жизнь, одна вещь неизменна. Это всегда происходит сейчас. Поскольку из настоящего момента ты никуда не можешь сбежать, то почему бы тебе не приветствовать его, почему бы тебе с ним не подружиться? Экхарт Тале – сила настоящего. Боже, вот на этих словах, мне кажется, можно было бы мне и остановиться, потому что вот правда, в той ситуации, в которой я нахожусь сейчас, для меня эти слова очень оказываются важными. Но все равно мы еще полистаем с вами эту прекрасную книгу. Не совсем удобно мне держать под елкой и на штативе, но я буду стараться так, чтобы видно было и я могла бы почитать. Вильям Бугеро «Библейский мотив». Я не знаю, что в данной ситуации символизирует этот сюжет, но очень интересная картина. Здесь, как в принципе, и какие-то произведения очень известных авторов, таких как «Эпохи Возрождения», также и «Импрессионистов» дальше вот есть. Пожалуйста, Альфонс Тмуха «Зодиак», да, мы все знаем его вот эти картины из этой серии. Я когда-то даже хотела вышивать такую серию из знаков «Зодиака». Вот, потрясающий Адоль Вильям Бугеро «Потерявшаяся плеяда». Прекрасное женское тело. Опять же, Кустодиев, продавец «Ковров». Ну, я не буду каждый листочек пролистывать, а так несколько, через несколько. Твое внутреннее «Я» сидит и ждет тебя, чтобы ты реализовал это «Я». Ну вот, чтобы я не открыла, это все про меня на сегодняшний момент. Вот какие прекрасные Стивен Уильям Коулмен «Золотые рыбки». Ой, а здесь Джон Говард «Летние цветы». Эту картину я вышивала, и еще одна картина этого автора у меня тоже вышита. Сейчас я даже вот не поленюсь, встану и покажу ее. Вот она на моей стене, на моей картинной галереи вышитых работ. Я уже показывала свои вышивки, еще как-нибудь покажу. Вот она в книге, и вот она у меня на стене. Вот эта картина этого же художника, по-моему, она называется «Сладкая жизнь» или «Безмятежность», что-то такое. Ну, мне кажется, что на картине изображена практически одна и та же девушка, и, наверное, даже в том же самом платье. Вот она посидела у окошка, разглядывая прекрасные цветы, погрустила, а потом пошла себе к бассейну с водяными лилиями, прилегла и мечтает о своем суженном. Так, я вернулась под свою елочку, и что же нам пишут на этой страничке? Нет правил без исключений, но исключение не нарушает правила. Луций Анна и Сенека. Истина, конечно. Вот посмотрите, картина импрессиониста «Водный сад». Чарльз Хассом. Сладкий запах успеха. Фрагмент картины «Рене Магрид. Портрет Стефи Ландуи». Ну, это что-то из сюрреализма ближе. Можно бесконечно рассматривать эту книгу, находить для себя прекрасные моменты. О, обнаженная, звонящая в колокол. И такая попа на весь экран. Так, вот Ван Гог мой любимый. Полдень, отдых от работы. В свое время я увлекалась Ван Гогом, читала о его жизни, о его судьбе. Мне было это очень интересно. Люблю глаза твои, мой друг, С игрой их пламена чудесной, Когда их приподымешь вдруг, И словно молнией небесной Окинешь бегло целый круг. Но есть сильнее очарование Глаза потупленные ниц, В минуты страстного лапзанья И сквозь опущенных ресниц Угрюм, тусклый огонь желания. Тетчик. Вот очень интересные картины Лоуренс Аль Матадема Они тоже есть схемы, разработанные по этому автору. Когда-то мне хотелось их вышить. Очень интересные, очень красивые И такая тоже праздная, античная жизнь изображена. Так, много времени я листаю этот. Мне хочется подсказать еще два остальных альбома. Следующий называется «Жизнь прекрасна». Первый был «Искусство жизни». Так, это эта же серия «Искусство слова». И они пишут, что эта жизнь изменит, Эта книга изменит вашу жизнь, Заставит взглянуть на мир по-новому, Увидеть красоту там, Где раньше вы ее не замечали. Такой же формат, формат картина С указанием названия и автора, И стихи, либо цитаты. Вот суфийская притча. «Чтобы изменить мир, начни с себя. Когда мастер был молод, он мечтал изменить мир, Потому что все в мире им казалось неверным. Когда же он повзрослел, То стал молиться так. Прошла половина моей жизни, А я все еще не изменил ни одного человека. Поэтому позволь мне, о Господи, Хотя бы изменить мою семью». И только тогда, Когда он состарился, Осознал, что даже семья — это слишком много. Он понял, что если человеку Удастся изменить самого себя, То этого будет достаточно. И он начал молиться так. «Господи, я все понял. И хочу изменить самого себя. Позволь мне сделать это». И тогда Бог ответил ему. «Теперь у тебя уже не осталось времени. С этого следовало начинать. Всегда надо начинать с себя». Клод Мане «Женщина с зонтиком». Опять Ван Гог, Мой любимый ирис. Ирисы, обожаю. Один из моих любимых цветков. «Каждому человеку в течение дня Представляется не менее десяти возможностей Изменить свою жизнь. Успех приходит к тому, Кто умеет их использовать». Андре Моро. Это вот вдогонку к тому, что. «Все-таки любопытство, Все-таки до чего плохо В материальном отношении. Живется всем художникам, Поэтам, музыкантам, живописцам, Даже самым удачливым. Все это поднимает вечный вопрос. Вся ли человеческая жизнь Открыта нам? А вдруг нам известна Лишь та ее половина, Которая заканчивается смертью? Да, неизбежно. Матис-танец. Известная картина. Казимир Малевич. Женщина с ведрами. Ну да, ведра я вижу. Если присмотреться, Конечно, можно найти и ведра. И опять же, Каждая форма есть мир. Казимир Малевич. О, Густав Климпт «Надежда». Прекрасная картина, я считаю, такая. Жизни утверждающая. Пролистываю, пролистываю, Потому что Анри Тулус Латрек «Поцелуй». Жизнь Латрека тоже была Очень нелегкой. Он был калекой. Но вот воплощал В своих картинах Свои какие-то эмоции. Харитон Платонов «Кочевая цыганка». Вот какая Цыганка Рада. И тут же Жан Леон с Жером Клеопатра и Цезарь. Вот дошли мы, наконец-то, И до Сальвадора Дали «Атомная леда». Самое главное на свете Это Гала и Дали. Потом идет Один Дали. На третьем месте Все остальные. Разумеется, Снова включая И нас двоих. Сальвадор Дали. Так. Вот опять Сальвадор Дали «Тайная вечеря». Я не видела, кстати, Эту картину. И она меня вот Поражает. Мы были в Обнинске На выставке Дали. И для меня Она Ну, такая была Очень знаковая И потрясла меня. Гала Единственная моя муза Мой гений Моя жизнь Без Гала Я никто Сальвадор Дали Ой, посмотрите Перед грозой Мчится такая телега В упряжке Две лошади Фрэнк Мэйсон Перед грозой Вот такое мне Очень нравится В этом Не знаю Вся стихия Вся мощь Вся красота Природного явления И люди Спешащие укрыться От грозы Надвигающей Русская красавица Глупое сердце Не бейся Есенин Так Посмотрите Какая прелесть Норман Роквелл Победитель А все равно Что фонарь Под глазом И коленки Побиты Она счастлива Она взяла Вверх Молодец Счастье Есть идеал Не разума А воображение Эммануил Кант Так Фабио Фаби Восточные мотивы Восток В моей жизни Последние Уже второе Десятилетие Больше десяти лет Присутствует Очень так Плотно Так Джеймс Колинсон Святое семейство Слепи себе счастье Бог слепил человека Из глины И остался у него Неиспользованный кусок Что еще слепить Тебе Спросил Бог Слепи мне счастье Попросил человек Ничего не ответил Бог И только положил Человеку в ладонь Оставшийся Кусочек глины Христианская притча Да Мы сами Творцы своего счастья Так Роберт Рейд Соблазнительные сладости Ой Какая картина Чудесная Я хочу Вписаться В какой-то Лимит времени Поэтому Пролистываю Очень так Быстро Иисус в доме Марфы и Марии Тоже Библейский Сюжет Вот Возвращение Блудного сына Рембрандт Баба на качелях Филипп Малявин Замечательно Так Рафаэль Санти Сикстинская Мадонна Марина Цветаева Маме Как много Забвением Темным Из сердца Навек унеслось Печальные губы Мы помним И пышные Пряди волос Замедленный Вздох Над тетрадкой И в ярких Рубинах Кольцо Когда Над уютной Кроваткой Твое Улыбалось Лицо Мы помним О раненых Птицах Твою Молодую Печаль И капельки Слез На ресницах Когда Умолкал Рояль Костантин Маковский Портрет Детей Художника Ой Очень милые Детки С фруктами Виноградом Цветами Так Давайте Полистаем Еще один Альбом Который Называется Еще раз О любви Та же Серия Искусство Слова Так Здесь У нас Эдмунд Торбелс Саду Он От прикосновения Любви Все Становится Поэзией Сказал Платон Опять Попа Опасные Связи Вот Еще Одна Картина Джона Уильяма Говарда Старая Старая История Вот Из той Серии Где У меня Девушки Вышитые Киприк Здесь В основном Пока У меня Идут Дамские Портреты Шикарная Дама В окне Маковский Аллегория Луиджи Буси Первый Поцелуй Ревность Всегда Рождается Вместе С любовью Но не всегда Вместе С ней Умирает Франсуа Делла Рашфуко Качели Ночь Опять Маковский Пигмалион Игалатея Аллегория Скульптуры Ну мы все Знаем Эту историю Когда Пигмалион Себе Высек Из мрамора Возлюбленную Опять же Сальвадор Дали Моя жена Обнаженная Смотрит На собственное Тело Ставшее Лесенкой Тремя Позвонками Колонны Небом И архитектурой Опять Сальвадор Дали Набросок Портрета Гала В манере Атоматического Письма Софи Андерсон Время Сирени Иларион Прянишников В ожидании Шафера Такая Может быть Купеческая Семья Изображена Не знаю Историю Этой Картины Вот тем И интересно Что хочется После Прослистывания Этого альбома Узнать больше Залезть В интернет Гугл В помощь И прочитать Посмотрите Карл Брюло В портрет Самойловой С Жованиной Почини И Робчонком Супер Алексей Корзухин Надоел Навязчивый Какой Не нужны Нам твои цветы Еще одна Восточная Красавица И вот Лучший Выбор Ну это Восточный Базар Так Леон Бакст Ужин Ой Федор Тютчев Я встретил Вас И все Былое Во жившем Сердце Жило Я вспомнил Время Золотое И сердцу Стало Так тепло Как поздней Осенью Порою Бывают дни Бывает час Когда повеет Вдруг весною И что-то Встрепенется В нас Так Весь Овеян Дуновеньем Тех лет Душевной Полноты С давно Завытым Упоением Смотрю На милые Черты Как после Вековой Разлуки Гляжу На вас Как бы Во сне И вот Слышнее Стали Звуки Не умолкавшие Во мне Тут Не одно Воспоминание Тут Жизнь Заговорила Вновь И в тот же час И тоже В нас Очарование И та же И та же Душа Моя любовь Простите Я Сдалека Читаю Прекрасно Жан-Леон Жером Царь Кандавл Показывает Свою красавицу Супругу Гегессу Боже Это мне надо Узнать Что это за История Такая Я даже Себе Сделаю Закладочку И может быть Прочитаю И расскажу Про эту Историю Мне стало Интересно Так Никола Пуссен Танец Под музыку Времени Я не знаю Что символизирует Эта картина Но здесь Четыре Танцовщицы Может быть Времена Года Марк Шагал Голубые Любовники Опять же Марк Шагал Моя невеста В черных Перчатках Так Девушка У бассейна Тоже Очень милая Такая В пастельных Нежных Тонах Написана Прочитаем Еще В любви Самое Интересное Особенно Для мужчин Это Победа И разрыв Все остальное Канетель Морис Доне Трагедия Любви Это Равнодушие Саммерсет Моэм Моэм Обожала Его театр Джулия Ламберт Для меня Была Не знаю Такой Героиней Я когда-то Даже свою Кошку Назвала Джулией Потому что Мне очень нравилось И очень нравился Фильз Ви Артмане Так Вот Доминик Энгр Большая Адалиска Ну здесь Ну здесь И библейские Сюжеты И какие-то Эротические И восточные И русские Опять Кустодиев Джон Уоттерхаус Леди Из Шалот Как интересно Рассетти Елена Троянская Тоже мы все знаем Историю этой Роковой Красавицы Императрица Евгения В окружении Фрейлин По-моему Вот такая Тоже Я мне встречалась Может быть Что-то Из этой Серии В вышивке Я точно Сейчас Сказать Не могу И наверное Вот На этой Картине Я и Закончу Альберт Дюрер Бегство В Египет Это Святое Семейство Поэтому Сейчас Идут Такие Рождественские Новогодние Праздничные Дни Я вас всех Поздравляю С новым Уже наступившим 2019 Годом Продолжайте Верить В добро В любовь В искренность Но Не забывайте Что мы Сами Творим Свою Жизнь Всем добра Каждое Своё видео Я заканчиваю Тем Что говорю Пусть ваш день Будет обязательно Добрым И сегодня Тоже не исключение Пока-пока Субтитры Субтитры